Кроме того, в компоненте Тазаком, кроме цифрового правительства, есть построение таких проектов, как построение умных городов. Это сегодня самый актуальный вопрос для нашей страны. Мы отчетливо и четко, скажем так, даем себе отчет в том, что государство или государственные структуры или государственные компании никогда не реализуют этот проект самостоятельно. Те, кто думает об этом, это утопия. Мы планируем сотрудничать в этом направлении с бизнесом. Потому что бизнес или какая-то публичная компания, которая имеет опыт работы в этой сфере, лучше них никто не знает, как это делать. И одним из вариантов, который мы сегодня рассматриваем, это модель, я хотел бы сегодня озвучить, модель B.O.T. B.O.T. Значит, компания заходит, строит, управляет и через некоторое время передает проект полностью государству, собственной страны. Чем хороша эта модель? Вы представляете, что у нас сегодня нет готовых кадров, которые готовы управлять инфраструктурой городов, у которых есть достаточно знаний, чтобы, или, например, денег, чтобы делать постоянный апгрейд техники, которая будет установлена, осуществлять текущий ремонт оборудования, обучать своих сотрудников, повышать их квалификацию. Это очень трудно. Поэтому единственное, кто это может сделать, это может сделать компания с добрым именем, с именем таким мировым, который, вот я не знаю, мы должны, наверное, отобрать, сделать такие критерии, чтобы отобрать ту компанию, которая реально сможет, скажем так, удовлетворить потребности нашей страны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!